Жители Емвы тоже активно обсуждают программу возрождения, точнее ту его часть, где губернатор впервые объявил о рождении нового глобального в истории региона проекта тепличного комплекса площадью 33 гектара. Ориентиры, конечно, отдаленные, 2020 год, но ведь и работу надо провести немалую. Краснодарский инвестор заявил о готовности вложить супер-мегапроект 9 миллиардов рублей. Ольга Коняева выехала на пока еще пустырь и, к удивлению, обнаружила свои огурцы, когда-то Емва уже выращивала. Вот картошка у нас очень крупная, чистая, вкусная. Такая вот. Дети очень любят нашу картошку. Заведующий производством Емвинской школы с гордостью показывает продукцию местного сельхозкооператива. Кроме картофеля, СПК поставляют сюда еще мясо и молоко. Своё всегда вкуснее, свежее, да и есть кого спросить за качество, говорит Татьяна Черных. А вот тендер на поставку огурцов и томатов выигрывало предприятие Кировской области. В зимний период дорога дальняя, погода холодная, и они могут еще привезти некачественно. Но из-за этого мы сейчас берем только весной и осенью. Недалек тот день, когда в меню школы в любое время года выйдут свои свежие огурцы, помидоры и зелень. В Емве построят самый крупный на северо-западе тепличный комплекс, оснащенный по последнему слову техники. Масштабный инвестиционный проект стоимостью 9 миллиардов рублей. Это будет уникальное, одно из самых лучших инновационных предприятий в России. И я хотел бы поблагодарить, пользуясь случаем наших партнеров, инвесторов, которые откликнулись на формирующийся предпринимательский климат, невзирая на климатические условия. Несезонные овощи теперь будут на прилавках, и мы будем кушать свою продукцию. Традиционное мнение о том, что выращивать на севере зеленые культуры тяжело и нерентабельно, морально устарело. Век инноваций внес свои коррективы. В республике уже есть пример внедрения современных технологий по производству овощей в закрытом грунте. Сама система полива, она управляется климатическим компьютером. Климатический компьютер управляет поливочным компьютером. Ну вот сейчас пошел полив. Мы сейчас... Вот видите, вот он пошел. Значит, в определенное время, определенными порциями эти растения поливаются. За микроклиматом здесь следит автоматика. Разные контуры труб отопления, система полива, сбора, дренажа, подача углекислого газа, зашторивания. Все это контролирует климатический компьютер, у которого в подчинении еще несколько умных машин. Именно такие овощи и зелень выращены в самых современных теплицах и считаются экологически чистыми. Температура и влажность воздуха, свет, количество питательных веществ, углекислых газ – все поступает дозированно. Здесь созданы самые идеальные условия для роста натурального продукта. Это именно промышленное производство с использованием серьезного высокотехнологичного оборудования. Совсем не то сельское хозяйство, к которому многие привыкли с детства. В 80-х годах у нас были у совхоза, в то время железнодорожный, ну, небольшой такой, скажем, тепличный комбинат. Здесь вот стояли у нас три теплицы стеклянные. Они соединялись вот этим зданием кирпичным. Здесь были бытовые помещения для работников нашего тепличного, ну, скажем так, комплекса небольшого. В Йемве еще помнят, как когда-то, к 8 марта, работники сельхозкооператива снимали первый урожай тепличных овощей. Тогда у СПК была своя котельная. Но как только ее закрыли, а тепло стали подавать с завода ДВП, местный оазис разобрали. Уж слишком дорогим стало отопление, а значит, и сами огурцы. Хотя они в те времена по любой цене зимой были в диковинку. Зимой в то время было купить свежие огурцы и помидоры. Это практически было нереально. Сегодня в республике выращивают около трех тысяч тонн овощей закрытого грунта. Их себестоимость уже в разы меньше за счет современных технологий и более дешевой теплоэнергии. А это 60% от всех затрат. Новая теплица в Йемве – это следующий шаг в развитии аграрного сектора региона. Объемы производства будут как минимум в 10 раз больше. Эквивалент подобного тепличного комбината, он расположен в Казани. Это тепличный комбинат «Майский». Данный комбинат имеет 27 гектар теплиц защищенного грунта. Из них порядка 18 гектар досвечивается. Йемва оказалась самым перспективным местом для смелого проекта. Транспортное ЖД и авторазвязка, наличие энергоресурсов и даже обедненной почвы и розоветров – все идеально подходит. В перспективе проработанная логистика даже в самые отдаленные районы республики. Для Уст-Илимского, например, это более чем актуально. Да и витамины зимой – это как раз то, что нужно северянам. Именно вот там, за дорогой, и возведут уникальную теплицу. Само строительство разобьют на три этапа. По мере реализации проекта будут наращивать и объемы производства. Уже летом 2017-го планируют снять первый урожай – огурцов и зелени. А уже к 2020-му там будут выращивать круглогодично больше 30 тысяч тонн овощей с закрытого грунта. Себестоимость еминской продукции будет как минимум ниже, чем в средней полосе. Иначе проект – это просто фантазия. Такое возможно за счет когенерационных установок, вырабатывающих дешевую электроэнергию. И как побочный продукт – тепло. Для того, чтобы выращивать овощи, наши пригороды покупают электроэнергию за 5 с лишним рублей. Как вариант – это газопоршневые или газотурбинные электростанции, так и генерация газа. Она позволяет вырабатывать электроэнергию по себестоимости почти в три раза меньше – полтора рубля. 5 рублей и полтора рубля. Малые предприниматели уже просчитывают будущую выгоду. Близость поставщика сулит быстрые и эффективные продажи. Привезенные из России овощи быстро вянут. Наши мы постараемся продавать российские товары – сыптовкарские огурцы, помидоры. Если будет открытая теплица, наверное, будет хорошо вообще. И качество будет лучше, и всегда будет свежее, хорошее, и народу будет доволен, я думаю. Дешевой продукцией будет и за счет преференций по налогообложению и федеральных субвенций. Грандиозный проект поддержан Фондом развития моногородов. Социально-экономический прорыв ЕМВЫ и создание рабочих мест их будет как минимум 400. Именно это должен сделать инвестор. Под него в муниципалитете создадут определенные льготные условия. Так ЕМВА станет территорией опережающего развития. Здесь будут востребованы высококлассные специалисты. Не только сегодня тепличный комплекс, который расположен здесь, это льготой будут использоваться все предприятия, которые расположены на территории моногорода ЕМВЫ. Так что я думаю, что и завод ДВП, и предприятия ЖКХ, и все, которые расположены, будут иметь льготы. Это достойная зарплата для людей, которая улучшит материальное положение многих семей. Это поступление налогов в бюджет города, которые можем уже потратить на улучшение жилищных условий, ремонт дорог. Компания «Инвестор» – она же и главный застройщик. Субподрядчики будут местные. Организация из Краснодарского края работает уже больше 20 лет. В собственном арсенале не только вся техника, но и вспомогательные производства. И опыт работы на севере и в арктической зоне. Сотрудничество региона с новым партнером ожидается долгим и эффективным для всех сторон. Крупный игрок на строительном рынке – это повышение уровня и ответственности всей отрасли. И мощный импульс в программе переселения из ветхого жилья. Сегодня СМУ «Краснодар» работает на территории Краснодарского края, Республики Крым. Работает на Ренмаре, работает в Подмосковье. Численность сотрудников СМУ «Краснодар» собственных порядка 3,5 тысяч плюс-минус плавает. Поэтому я планирую сюда в районе 500 человек группировку перебазировать с соответствующим набором техники для того, чтобы решать боевые задачи, которые будут ставить передо мной субъекты. Интересно, что с момента рождения идеи о тепличном секторе в Емве до подписания соглашения с инвесором прошло всего несколько недель. Тут властям Княжпогодского района помог руководитель региона. И это только начало. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!